Татья, здравствуй. Здравствуй, Тань. Мы сегодня будем говорить про инвестирование и про твое инвестирование в разные виды активов. Я так понимаю, ты в первую очередь инвестор в недвижимость, правильно? Да, теперь уже да, сейчас объясню почему. Ты вышла из всех видов активов, да, я так понимаю, из других? Ну, вышло недобровольно. У меня был портфель на фондовом рынке, то есть я его создавала где-то с восемнадцатого года. С двадцатого прям совсем активно, то есть я целилась на американские акции, на долларовые активы. Активно его наполняла последние два года. И, как известно, в марте наложили санкции и просто оно все пропало до нуля. То есть я в своем портфеле даже просто не вижу все иностранные активы. Поэтому, да, пока там я свою деятельность приостановила. А недвижимость за это время показала хороший рост, хорошие результаты. В целом, вижу там перспективы и нет таких контрагентских рисков больших, как здесь. Ну, например, наложили санкции на брокера, да, и просто все потеряли. Ну, по крайней мере, оно пока заморожено. Я даже в приложении не вижу своих активов, да. То есть вижу просто ноль, и все. Вот. Недвижимость все-таки что-то более такое осязаемое. То, что принадлежит тебе, это можно потрогать. Вот. И больше улучшает доверие. Скажи, пожалуйста, вот, например, я сейчас приведу такой пример с вчерашней конференции. Мила Колоколова говорила, что у нее 70 процентов в недвижимости, остальное все в акциях, во всем. Остальной портфель диверсифицирован достаточно. Ты все-таки, скажи, пожалуйста, соотношение твоего портфеля? Сейчас за счет того, что в недвижимость я ушла очень активно, я, во-первых, в ноябре продала свою квартиру, то есть сделала такой очень рискованный шаг, продала свою квартиру и вложилась в шесть других проектов. Сейчас веду седьмой. Вот буквально в пятницу, три дня назад была сделка по седьмой квартире. Вот. И я вхожу в довольно дорогие объекты, то есть я работаю только с бизнес-классом. Соответственно, капитал, то есть это стоимость всех активов на данный момент около трех миллионов долларов в недвижимости. Вот. В фондовом рынке сильно меньше. Я много выводила, да, когда начались санкции. Много не успела вывести. Поэтому сейчас около 99% недвижимости. 99% даже. Да, я поняла. Да. Именно за счет того, что у нас, что много объектов, да, то есть вот в ноябре я продала квартиру и с тех пор каждый месяц по одной-две квартиры покупала. Не одна. У меня есть инвесторы, то есть я организую пузу в недвижимость для тех, кто хочет тоже в этих стратегиях поучаствовать. Вот. Мы объединяемся и это дает возможность покупать вот так часто, то есть входить тут же на старте, когда этот проект выходит. Я его сразу анонсирую, и мы в сделку входим. То есть по лучшей цене, самые первые, быстро забираем хорошие лоты, и это вот дает возможность именно покупать быстро и покупать часто. В последние полгода одна-две сделки в месяц у нас стабильно. Скажи, пожалуйста, у тебя есть правило, что ты во все сделки входишь в том числе своими решениями. Да, своими деньгами вхожу во все сделки. Во-первых, я таким образом свой капитал диверсифицирую. Ну и во-вторых, мои инвесторы тоже должны понимать, что я не просто их куда-то втягиваю, да, и просто им что-то советую, условно. Я любую сделку отбираю как-то от себя. В первую очередь, да, я хожу своими деньгами и, разумеется, ожидаю хорошую доходность, да, и подбираю... Ну, есть такое мнение, да, я поняла. Есть такое мнение, что входить в недвижимость – это всегда дорого достаточно. То есть, я так понимаю, здесь ты как раз этот миф разбиваешь, да, благодаря вот таким своим сделкам. Да, у меня у самой был этот миф. Я с семнадцатого года мечтала купить свою первую квартиру. То есть, у меня был такой пунктик, что до 30 лет нужно обязательно купить квартиру. Вот прям в семнадцатом году я увидела квартиру своей мечты, просто ее анонс этого ЖК, реклама. Я в нем, что я живу, кстати, в этом ЖК, вот уже пять лет спустя. Да, у меня также помогло, что это очень дорого. То есть, на тот момент я инвестировала только в фондовый рынок небольшими суммами посильными, а недвижимость в Москве казалась чем-то просто нереальным, и ипотека эта казалась очень дорого, и на много лет, и большая кабала, и... Ну, в общем, просто куча была миф, действительно. Вот. И я в первую свою сделку нашла с инвестором. Это была моя родственница, моя тетя. Она сама предложила, что вот я выхожу на Петчу, у меня есть определенный капитал, я хочу его увеличить. Ты занимаешься инвестированием, ты знаешь, как это сделать, вот на возьми. И мы так и сделали, ее капитал взяли на первый взнос, дальше ипотека была оформлена на меня, потому что она уже пенсионерка, она не хотела, чтобы по документам что-то на нее было. И дальше оплачивала все я, дальше занималась строительством, ремонтом и так далее. Все расходы были на мне, и за два года она заработала миллион. То есть мы продали через два года. Я вложила миллион восемьсот и сверху получила еще миллион. Доходность той сделки получилась у нас двести пятьдесят процентов за весь цикл. То есть это больше ста годов. То есть цикл был два года, два года несколько месяцев. И двести пятьдесят процентов на вложенные. Вот. После этого, когда я все это посчитала, поняла, что очень хорошая стратегия. На том же фондовом рынке, да, в среднем это десять годовых прирост. Бывают года, что это вообще большой минус и так далее. И я все больше и больше стала в эту стратегию переключаться. И сейчас полностью ушла в недвижимость. К чему рада? Мне это очень интересно. Извиняюсь, видишь, такого не было вдруг, когда мы стали разговаривать. У нас тут ремонт. Ну, тоже недвижимость, видишь. Скажи, пожалуйста, всегда существует такое, как высказывание, недвижимость растет всегда. Ты веришь в это? Ну, я, во-первых, это знаю. Я в недвижимости так опосредованно нахожусь в половину своей жизни, потому что моя мама риэлтор. И я со студенческих лет ездила с ней на разные сделки. Вместо нее какие-то сделки делала, когда она не могла. И так далее. То есть я в этом кручусь уже больше пятнадцати лет. В Москве действительно недвижимость растет большую часть времени. Были периоды 2008-2014 год, когда была небольшая стагнация, либо небольшой провал в определенных секторах. Как правило, это эконом-класс, и вторичка проваливается. У меня стратегия такая, что там растет всегда. То есть я вхожу, во-первых, в объекты бизнес-класса. Они лучше растут и лучше себя чувствуют в кризис. То есть там такой сегмент, который не подвержен всем этим кризисам. Ну, менее подвержен, по крайней мере. И так как мы ходим на этапе котлована с маленьким процентом, то есть я ищу такие стратегии, когда, допустим, квартира стоит 40 миллионов, а мы платим всего 5. И дальше мы не платим ничего. То есть мы заплатили 5, а растет со всех 40. Вот. Такие уникальные стратегии. Это не у всех застройщиков есть. Далеко не во всех комплексах. Это нужно все тщательно отбирать. Но я нахожу именно такие варианты, когда мы без ипотеки, без ежемесячных платежей платим небольшую сумму, 15, например, процентов от стоимости объекта. Дальше просто ждем роста и перепродаем с долгом. То есть мы не выплачиваем всю сумму. Многих отпугивает, как это купить квартиру за 40 миллионов, и неужели она еще вырастет. На самом деле растет очень хорошо, если правильно отбирать объекты и входить в нужное время по самой низкой цене и искать недооцененные объекты, где есть большой потенциал роста. То есть при такой стратегии точно вырастет. Даже если на момент продажи придется на какой-то кризис, как сейчас, например, мы видели простой повторички, было небольшое снижение, снижение спроса за счет ипотечных ставок высоких и так далее, то от котлована до сдачи все равно растет. То есть при этой стратегии рост будет всегда. Тут невозможно потерять, потому что застройщик закладывает примерно 30% на цикл. Но так как мы внесли всего 15, для нас эти 30 – это 200 на наши вложенные средства. Поэтому получаются такие сверхдоходности именно за счет этих стратегий. В основном твоя стратегия связана все-таки именно с продажей, покупкой и продажей. А про аренду что ты скажешь? Про аренду я скажу, что это очень невыгодно. То есть аренда в среднем Москве – это 5 годовых. При определенных стратегиях можно сделать 10-12. У меня получалось даже 20. У меня там было несколько стратегий смиксовано в одной. То есть я брала апартаменты на котловане, ждала роста, потом делила на студии и так далее. И за это время выросла и аренда, и цена. То есть у меня получалось около 20 годовых. Но когда я посчитала, что я продам и сделаю 250, зачем мне эти 20? И я вот здесь привела интересные расчеты. Сегодня сидела, считала с инвест-калькулятором. Для тех людей, которые привыкли думать, что недвижимость – это только под аренду. У нас вообще в России очень это популярная стратегия. Для тех людей, кто в инвестициях не разбирается глубоко, самое популярное – вместо пенсии себе купить, допустим, однушку в Москве, ее сдавать за 30-40 тысяч рублей. И вот и все. Вот она моя пенсия. Я привела расчеты. Значит, если мы сдаем в аренду, да, стандартную однушку, обычно это 5 годовых. На 30 лет я беру, да, потому что это максимальный срок ипотеки. На какой берут, да, вот молодые люди. То есть что можно сделать за 30 лет с первоначальным взносом 2 миллиона? То есть 2 миллиона, как минимум, да, есть у каждого человека, который покупает себе хотя бы минимальную какую-то однушку в Москве. То есть минимально это сейчас где-то 10 миллионов, взнос 20% – 2 миллиона. То есть эта сумма есть у каждого, кто готов недвижимость покупать. Значит, если мы эти деньги вкладываем под 5 годовых на 30 лет, то у нас через 30 лет, сейчас скажу цифры, цифры прямо ошеломляющие, получается 8,5 миллионов. Ну, так себе, да, 30 лет, 8,5 миллионов – это даже не купишь еще одну квартиру, плюс инфляция, деньги обесцениваются, абсолютно неинтересная цифра. Если мы эти за 2 миллиона вкладываем под 50 годовых, то есть вот по моей стратегии это прям минимальная вообще сумма, на которую можно рассчитывать. Последний проект мы вошли в мае месяц назад, и сейчас уже 50% за месяц на наши вложенные средства. То есть я беру 50 годовых – это прям, ну, действительно, очень реальная сумма. То, как у нас растет капитал. 8 миллионов мы получим уже через 4,5 года, то есть там у нас было 30 лет, да, здесь 4,5 года. На 10-й год у нас будет 76 миллионов, и на 17-й год у нас будет 1,313 миллионов, уже на 17-й год. А на 30-й – 255,668 миллионов против 8,5 миллионов. То есть, смотрите, ставка у нас в 10 раз отличается, да, 5% и 50%. А капитал, конечно, отличается в 30 тысяч раз. 30 тысяч, вдумайтесь, это просто за счет сложного процента, да, за счет того, что мы эти деньги реинвестируем, и дальше мы уже зарабатываем на вторичных деньгах. То есть не на тех, которые мы вложили, а уже на вот этих процентах, которые наросли. И получается разница 30 тысяч раз. 8,5 миллионов и 255 миллиардов 668 миллионов. То есть просто цифры ошеломляющие. И, соответственно, купить квартиру, сдавать ее в аренду – это просто самое классное, да, что может сделать со своим капиталом. Понятно, я поняла, да. А скажи, пожалуйста, ну если вдруг рынок действительно встал, вы купили эти объекты недвижимости, а не продается? Вот на конференции вчера я слышала, но не продается, вообще не продается. Хотя у Колокола приводила примеры, что в мае, когда ничего не продавалось, кто-то у нее из учеников продавал. Вот такая ситуация. Об этом нужно позаботиться еще на этапе покупки, да, и на этапе отбора объекта. То есть мы отбираем объекты, которые максимально ликвидные и где спрос превышает предложение. Например, очень много мы вошли на большую сумму, активно покупали всю зиму в районе рядом с Москва-сити. То есть там район, бизнес-район, да, очень такой дорогостоящий, да, популярный, но при этом помимо самих башен-сити, да, вокруг там стоят просто пятиэтажки, девятиэтажки, панель. Я представляю, там хорошего, комфортного жилья для тех бизнесов, да, которые осели в Москва-сити. Жилья просто нет. Субыковкой там очень сложно, то есть ездить туда из других районов, да, это некомфортно. Сами башни в Москва-сити там есть жилые, да, но это тоже уже вышедшее из моды, да, жилье, оно уже устаревшее, да, там не открываются окна, например, да, во многих башнях, а там скоростные лифты, от которых вот закладывают уши. То есть там жить не настолько комфортно, как можно жить в новостройках, да, бизнес-премиум-класса, которые уже сейчас выходят на рынок. То есть это жилье совсем любого уровня. И вот на набережной вдоль Москва-реки, да, рядом с Москва-сити, застраивается вся вот эта набережная ЖК бизнеса-премиум-класса. И вот там мы купили ЖК с концепцией Wellbeing, это концепция благополучия, то есть там будет освещение по циркадным ритмам, то есть утром одно, которое настраивает тебя на работу продуктивную, вечером другое, наоборот, которое успокаивает. Подогреваемые лавочки, то есть в холодную погоду можно сесть, они сенсорные, чувствуют, что сел человек, начинают там греть тебя и так далее. Там лопомойка для собак, да, помыть лапы на первом этаже в поле, то есть чтобы грязь не разносить в дом, ну и так далее. То есть очень много таких моментов, которые делают нашу жизнь сильно комфортнее. Вот, и все это за доступные деньги. То есть относительно тех же башен Москва-сити это дешевле. Например, двушку большую, 84 квадрата, мы взяли там в феврале за 47 миллионов. Более чем адекватная цена, да, это там 300-400 с чем-то за метр, уже точно не помню. Но при этом человек будет жить там целый квартал, да, там все будет на территории, кафе, магазины, аптеки, детские сады, то есть все, что нужно в одном месте. При этом рядом сити для тех, кто там работает, подземный паркинг теплый и так далее. То есть все есть и совсем другой уровень жизни. Как вы думаете, на такой объект будет спрос? Разумеется, это определенная целевая аудитория, да, в Москве есть объекты за миллиард, за 3 миллиарда, например, на чистых куда сейчас стоят, да, там 2 миллиона за квадрат, да, и от 100 квадратов, да, то есть 2 миллиарда, например, квартира. Поэтому те же там 40, на выходе она будет 50 с чем-то миллионов, это абсолютно нормальная цена, да, это невысокая, незавышенная, но при этом будет от такого хорошего уровня объект. Поэтому там спрос уже сейчас на эту локацию очень высокий, а предложения пока нет. И наш объект, потому что есть там, он самый, самого высокого уровня. При этом по цене конкуренции не входит. А скажи, пожалуйста, Катя, ты входишь вот в такие, у тебя люди входят в пулы, как правило, в один пул входит сколько человек? Зависит от суммы сбора, да, и от количества, да. Ну, в такой Москва-Сити сколько вошло? Сколько вошло? Практически у нас от 10 человек до 10 человек входило по Сити, да, в зависимости тоже от того, какую мы квартиру. Ну, там и от носки брали, бурки большие. Вот. Сейчас у нас вообще новый проект, это флиптинг, похоже. Да-да-да, я только раз хотела сказать. Там вошло уже на первом этапе 15 человек. Там будет сбор на несколько этапов. Первый этап мы собирали на ипотеку. Потом сделка ипотечная, да, во вклице от всех остальных. Здесь другая стратегия совершенно. То есть первым этапом был у нас на первый взнос. Это около 15 человек вошло. И дальше мы еще будем собирать на ремонт, да, на обстановку и на прочие расходы. Ну, то есть могут еще другие люди подключиться к процессу сбора на ремонт, да? Если не хотят. Да, на ремонт. Вот. Там будет с течением времени снижаться процент, да, от прибыли, да, которые я выплачиваю инвестору, потому что человек входит уже на меньший срок. То есть уже меньше рисков, меньше срок, чем будет, чем будет, чем будет меньше. Но относительно всего срока, да, то есть кто-то вошел, например, на полгода, кто-то вошел на три месяца, да, в целом в годовых это будет одинаково для каждого месяца. Там на любом этапе можно будет присоединиться, вот, то есть, ну, в рамках вот бюджета, да, который... А проценты заранее высчитываешь или ты не можешь знать, насколько вырастет? Ну, ты же не можешь... Да, мы заранее, разумеется, прогнозируем, да, у нас есть прогноз, но точно сказать заранее невозможно. Допустим, здесь же вот с ремонтом, да, по вот этой вот сделке с флиппингом, там мы покупаем бетон, делаем ремонт и продаем, да, и сейчас очень сильно вырастут стройматериалы, были проблемы небольшие с поставками, да, точная с марта. Поэтому сейчас даже ни один прораб не может точную смету посчитать и сказать, что вот точно будет стоить стоимость. Непонятно. Потом, сколько оно будет продаваться? Хороший объект вообще продается с одного показа. У меня последняя моя квартира ушла с одного показа, при том, что у нас ЖК, тоже новый комплекс, была довольно большая конкуренция. То есть были квартиры, и по цене на 600 тысяч дешевле могилы было прям много квартир. Я снова показа, продала на 600 тысяч дороже. Эта квартира была с обстановкой, она была с... Да, была не с обстановкой, она была с ремонтом. С ремонтом. Но без мебели, да, и я смогла описать так вот все преимущества. Да, по поводу... По поводу обстановки и ремонта, да, то есть есть такое понятие, как инвесторский ремонт, то есть это не должен быть ремонт под себя, как многие люди любят, допустим, какие-то многоуровневые потолки, какие-то экзотические цвета, например, красная спальня и так далее. Вот это все не подходит. Значит, инвесторский ремонт должен быть в тренде, да, то есть то, что сейчас актуально, популярно, но при этом такой максимально нейтральный, который подойдет максимальному количеству людей. То есть это не должно быть кто-то направленное на узкую аудиторию, да, допустим, только на молодежь, какие-нибудь агрессивные, там, цвета яркие и так далее. А в то же время он должен быть очень скучный, то есть у него должна быть какая-то особенность, да, чтобы было видно, что там постарался дизайнер. Вот, то есть должно оно выглядеть стильно, дорого, но при этом быть недорого, как он отложен. То есть в этом здесь мастерство инвесторского ремонта, чтобы сбалансировать. Ну, это надо знать, просто представлять тенденции, тренды. У нас есть команда, у меня 4 ассистента, там в том числе и дизайнеры, и строители, и так далее. Вот, то есть люди, которые хорошо в этом разбираются, и все вместе мы будем этот проект реализовывать. Хорошо, я все-таки вернусь к ситуации, которая сейчас на рынке. Как ты все-таки просчитываешь эти риски? Можешь ли ты уйти в минус? Может такое быть? Ну, в новостройках, я считаю, что невозможно. Не было ни одной ситуации, когда квартира на ключах была дешевле, чем на старте продаж, потому что туда заложены уже стройматериалы, которые дорожают с каждым днем. Соответственно, себестоимость дорожает, оно не может стоить дешевле. Заложена туда работа сотрудников. Потом строят сейчас поискроу шитам, там многие застройщики. То есть они строятся на кредитные деньги. Соответственно, застройщик теперь не берет наши деньги и строит на них, а мы свои деньги кладем в банк. Застройщик берет у банка вот процент и строит. Соответственно, опять-таки, идет удорожание строительства самого. Застройщик не будет работать в минусе, то есть он в любом случае будет повышать цены. Поэтому при стратегии, когда мы берем на котловане и продаем до ключей, минуса быть не может. То есть в среднем это 30% роста от застройщика. Мы, чтобы выйти по хорошей цене, делаем небольшой дешевый. То есть большой там не дешевый. Нам достаточно просто, чтобы наша квартира была самая дешевая, тогда она будет в топе, в рекламе. Но все-таки ремонт. Вы же вкладываетесь в ремонт, который, например, раз, изменилась ситуация, стройматериал вы покупали дорого, вдруг они стали дешево, вдруг все завезли, вдруг какие-то моменты такие тоже могут быть. Пока я не сталкивалась с такой ситуацией, что ремонт вдруг стал дешевле. Прошлый свой ремонт делал в том году и тоже как раз летом, ровно год назад. И все лето все равно стройматериалы росли. Хотя лето обычно у недвижимости такой мертвый сезон, но тем не менее именно стройматериалы росли. А во-вторых, многие люди просто, те, кто никогда не сталкивались со стройкой, то есть мы получаем квартиру в бетоне, там нет ничего, там не подведено электричество, не вода, да, вообще нет ничего. И для них это огромная проблема, да, как вообще отступить, какого боку начать, а сколько это стоит. То есть многие люди не представляют даже, сколько это стоит, да, во что это вылезает, с чего начинать. Сначала нужно сказать проекты, согласовать в УК, там и так далее. То есть там целая процедура, которую я уже знаю, потому что я это все прошла со своей квартирой. Ну и плюс теперь уже есть ассистенты, есть команда, да, специалисты, которые знают, как это делается быстро, оптимально, по деньгам и так далее. Вот. И люди готовы доплатить за то, чтобы заехать уже в готовую квартиру и вот эту всю головную боль на себя не брать, заехать и жить. Это первый вариант. Второй аргумент, почему люди готовы купить квартиру еще и с мебелью, потому что многие клиенты сейчас ипотечники, да, 80%, когда по данному реестру, где-то около 80% сделают в Москве, это ипотечная. Соответственно, если человек берет квартиру в бетоне, он берет ипотеку только, да, на саму квартиру. Дальше ему где-то кэшом наличными нужно найти еще деньги на ремонт, там, отделочные материалы, да, то есть чистовые, черновые, работы, и дальше вся мебель и техника также идет за наличные. То есть дополнительный кредит он, как правило, взять уже на это не может. Но когда мы продаем квартиру уже с отделкой и с мебелью, покупатель все вот это, в том числе мебель и техника, он включает это в ипотеку. Понимаете? То есть оно растягивается, да, на много лет, да, и оно уже включено в стоимость кредита. То есть для него это не сильно ощутимо, получается, по деньгам, и ему не нужно вот эту огромную сумму, еще несколько миллионов, иметь дополнительно, к своему взносу, да, первому по ипотеке, иметь дополнительно еще кэш. Тем более заранее не знаю, как ремонт выйдет, это действительно так. И можно оказаться в ситуации, когда на половине ремонта просто заканчиваются деньги. А у человека уже ипотека, он уже продал, допустим, предыдущее жилье, либо съехал со съемки, платит за эту квартиру, и приходится жить на этапе ремонта, и ты живешь уже в этой квартире, в вечном ремонте. А так как денег нет, это все затягивается на венере. СМС живу в новостройке, и у меня часть соседей, уже два года как сдан комплекс, часть соседей до сих пор живут в полустройке. А скажи, пожалуйста, клиент, который покупает все-таки квартиру или апартаменты с ипотекой, больше, наверное, входят те, кто квартиру покупает с ипотекой, наверное. Да, абсолютно. Клиент дается на апартаменты. У меня сейчас вторая ипотека. И семейная тоже, да, дается? Семейная на апартаменты. Вот насчет семейной ипотеки я не знаю, кстати, я не узнавала, да, то есть я беру на себя, да, я не замужем, да, то есть я беру по обычной ставке, да, сейчас у меня было 10,9, вот, ставка стандартная, да, не субсидированная ипотека. Вот, обе сделки были ипотечные. У меня, точнее, обе ипотечные сделки были на апартаменты. То есть без проблем это дается, одобряется, ставка такая же, как и на жилье. На жилье есть субсидированные, да, там от 0. Да, на жилье, но не на апартаменты, наверное, надо это уточнить, Потому что я так знаю, что сейчас дают ипотеку 0,1%. Вчера мне предлагали 0,1%. Это, наверное, застройщики предлагают. Да, застройщики. Да, вот про это сейчас расскажу. Это интересный момент. Это застройщики сами выплачивают банку проценты за вас. То есть это не банк предлагает, не государство предлагает. Это застройщики для того, чтобы вы покупали у них. То есть такая фишка сейчас есть. Но все равно они говорят о рост цены и так далее, что все равно придется что-то доплачивать. Надо читать договор. Я не очень разобралась. Да, ну, да, такое, что это суборожание. Допустим, квартира стоит 10 миллионов. А если вы сами берете ипотеку по стандартной ставке, она так и остается, да, для вас 10 миллионов. Если берете, допустим, вот там есть 4-4 субсидированная от застройщика, тогда она будет стоить, допустим, 12 миллионов. А если вы берете под 0,1, она будет там стоить 15 миллионов. И так далее. Да, да, да. То есть это суборожание, тогда нужно писать договор. Но вы купите уже у этого застройщика, да, то есть он, плюс он вам накинет еще денег сверху, да, к цене. И будет дороже, чем если взять ипотеку семейную под 4-5 процентов, получается, да? Ну, если так посчитать. Ипотеки. Часово пропоненты сейчас очень все более и более нормальный формат. Вот, их гораздо чаще уже сейчас покупают, да, чем пару лет назад. Более того, давно уже ходят разговоры о том, чтобы им предстоит жилой статус. Вот. И плюс те, у кого есть, например, уже московская прописка, ну, почему дети сезжают от родителей, да, либо есть уже еще какая-то квартира. Им не принципиально прописка. Я так поняла. Кстати, по поводу апартаментов. Если человек заселяется в апартаменты, он может рассчитывать на детский садик в Москве, на школу, на это все может рассчитывать. Он не может рассчитывать на прописку пока, да. Это я. Да, там есть временная регистрация на 5 лет с продлением. То есть продлять можно бесконечное количество раз. Вот. Временная регистрация дает, да, все такие же преимущества. Садик, прописок, клиники можно также. Да, да, да. И вопрос по поводу, ты в ноябре продала квартиру, и какой у тебя сейчас прирост цены? Ты можешь как-то рассчитать? Ты купила 6 уже квартир, еще что-то инвестируешь. Ты можешь сказать, вот, у меня было столько, и сейчас я предполагаю, что я уже стала во столько-то раз больше. Вот к тому капиталу, который я вложила, да, в итоге. Уже больше 100%. Да, больше 100% за полгода, да, по всем объектам суммарно. Объекты с разной скоростью растут, да, поэтому мы вкладываем в разные абсолютно. То есть, несмотря на то, что у меня все в недвижимости, но внутри даже объектов есть хорошая диверсификация. Разные комплексы, разные гранты отделки. Например, та квартира, которую мы брали в декабре с отделкой, она стоила 18 миллионов. Сейчас у застройщика таких нет. Они просто убрали пока все лоты с отделкой, потому что, опять-таки, понимают, что это дорого, да, и они, скорее всего, выкинут их в продажу уже ближе к сдаче. Да, уже более высокая. Есть переуступка. То есть, также инвестор вошел, да, в точно такую же квартиру я видел национе, как у меня, ровно такая же площадь, такая же отделка за 26 миллионов. Было 18, уже 26, плюс 8 приросло. А вкладывали мы 5,5. То есть, на 5,5 уже 8. Опять-таки, это пока не зафиксированная прибыль, да, потому что я пока из проекта не выхожу, так как там не все факторы роста еще отыгрались. Там откроется метрограмма в одной минуте от комплекса в 24-м году. Вот, в 23-м мы будем выходить. То есть, когда построят хотя бы вестибюль, да, люди уже видят, что метро будет вот здесь. Сразу цена на 10, 20, 30. Да-да-да, она сразу растет. Так, вопрос. Вот сейчас ипотека снижается. Это все-таки позитивный сигнал. Конечно. Ты сейчас уже новые объекты какие-то рассматриваешь. И если новые объекты, то требуешь ли ты скидки? Я так поняла, что сейчас можно требовать очень-очень большие скидки. Как ты их требуешь? Это однозначно. Мы берем, во-первых, за объем. Например, в Стропарево мы сейчас входили в мае. Вот тот самый объект, который вырос уже на 50% к нашему взносу. Там стоила квартира 10-300, мы вносили полтора миллиона. И сейчас она уже 11. То есть плюс 700 тысяч к нашему взносу. Это почти на полтора миллиона, почти 50%. Там мы получили скидку 4% за объем. То есть мы выкупили... Я внутри комплекса еще отбираю самые такие ходовые популярные лоты, которых у застройщика уже не будет к моменту вдачи. Комплекс стоит в лесу, и половина планировок идут во двор. Часть, небольшая часть, четверть, наверное, на лес. Прямо прямой вид на лес. И часть на дорогу. Соответственно, во двор... На дорогу совсем не ликвидные, да? На двор менее ликвидные. На лес самый большой. На лес это самая ходовая планировка. И один всего корпус из шести стоит на лес. И вот мы там взяли двушки. Они были самые лучшие по цене за квадрат. Всего один стояк был из двушек. То есть одна всего квартира на этаже и 20 этажей в комплексе. То есть 20 таких квартир. И вот 7 вверх мы забыли. То есть все самое ликвидное. Прямо сверху мы пошли и все не скрубляли. И получили скидку первых 4%. И, во-вторых, дальше еще раскупилось уже за этот месяц. Самые нижние этажи, они не ходовые. То есть они не такие постреливанные. И получилось, что на выходе у нас есть те квартиры, которых уже нет у застройщика и нет у других инвесторов. Потому что они все у меня. И нам не придут снижать цену сильно. Вообще, возможно, не придется. Потому что тот человек, который захотел двушку и захотел вид на лес, все, ничего не будет. Будет только у нас, соответственно, будет цену. Но ты всегда смотришь комплексы, которые, ну как, не массовые. Когда я тебе показала, например, ЖК-символ, ты сказала, там очень много одинаковых стандартных. Но это же центр. Ну смотри, все-таки, смотри, Тропарева – это Тропарева, а символ – это все-таки, получается, авиаторный, какая площадь Ильича. И все-таки локация здесь тоже влияет на это. Да, я имею в виду, например, и там, и там в прежней доступности. Дальше смотрим мы ценообразование, какая вообще идет политика. Там сильно ниже рынка мы взяли. То есть 192 тысячи за квадрат – это бизнес-класс. То есть с системой «Умный дом», с полной отделкой, с чистовой. То есть с отделкой бизнес-класса, тоже хорошего уровня. И со встроенной кухней. То есть кухня хорошая. И с ремонтом, да? Там шоу-ремонт. Да, с полным ремонтом. С антимехникой, да, там ванна, раковина, унитаз, инсталляция и так далее. То есть все хорошего уровня, хорошо, стильно подобрано. И плюс еще кухня. И есть опция от застройщика, можно обставить еще и мебель. Они сотрудничают с фирмой в скандинавском стиле мебель. Очень такая стильная. И все это включить в апотеку. И вот это то, что мы делаем во флиппинговых сделках, да, когда мы позволяем человеку уже взять квартиру полностью обставленную и всю вот эту стоимость мебели и ремонта включить в апотеку. Это очень часто требовано, опять-таки, из-за того, что когда человек в апотеку вошел, ему дальше сложно уже какие-то свободные средства найти на ремонт. А на встройке в основном, вставляют либо бетон, либо white box. То есть полная отделка, то есть текуча. Ну, white box, я так поняла, что это самое плохое, что может быть лучше бетон, либо полная отделка. Ну, как бы, либо либо... Да, white box часто люди переделывают. Да, то есть они сносят стены, ставят перегородки так, как им нужно. Вот, поэтому лишняя работа. Вы переплатите за него и все равно будете сносить еще и за демонтаж переплатить. И за новый демонтаж. Вот, поэтому, да, white box, это мне очень интересный вариант. Хорошо, какие перспективы, ну, не то, что даже перспективы, твои планы на ближайшие полгода, так скажем. Или все-таки ты будешь корректировать в зависимости от политической ситуации, ну, исторической реальности? Вообще, да, в зависимости от ситуации, но так как уже во много проектов вошла, да, то есть по новостройкам у нас ближайшая продажа будет через 11 месяцев. Вот как раз Тропарева, да, то есть там мы на год заходили. И дальше прям подряд будет каждый месяц выход из дела. И чтобы этот год не сидеть и не ждать, вот, я стала входить во флиппинговые сделки. То есть вот на ближайшие 4 месяца, в зависимости от того, как мы получим ключи, да, у меня ремонт. То есть все лето я буду на стройке, видимо, вот, с бригадой, да, контролировать, проверять и так далее. Вот, дальше на начало осени у нас план по выходу уже из проекта. То есть если все будет хорошо, ключи мы получим вовремя, да, то есть вот уже в этом месяце, тогда 3-4 месяца на ремонт, и как раз с сентября-октября у нас будет продажа. Вот, дальше продать, закрыть ипотеку. Опять-таки, так как там сделка ипотечная, там я не могу взять сразу 7 квартир. Да, да, да. Там пока я беру по одной, да, чтобы не остаться с большими платежами и так далее. Потому что тоже... Все-таки идея вот эту подумай, продумай в том плане, что если семейно распространяется, например, на апартаменты, то взять человека, который имеет возможность взять такую ипотеку под 0,1%, это было бы вообще, мне кажется, идеально. Или взять какую-то другую квартиру под семейную? Или ты всегда только под себя? На самом деле, короче, абсолютно не важно вообще, какой там процент. Ну и 10, он 11. Мы берем на 3-4 месяца, да, максимум на полгода. Но все равно? Нет, все равно, сколько платить. Ну, сильно на самом деле там не влияет. Ну, окей, мы переплатим, допустим, так будет 100 тысяч, да, так будет 150. Ну, за 4 месяца это будет 200 тысяч, но учитывая то, что прибыль с проекта, вот на которую я рассчитывала, раньше 7 миллионов, то есть в рамках вот этой суммы, да, 200 тысяч – это очень маленький процент. Вот. Но при этом брать человека, он же должен быть поручителем. Ну, да. Вот. Поэтому, ну, я хочу сказать, когда от меня зависит все. Это понятно, да-да-да, я понимаю. Не обмешивать много других людей и так далее. Вот. Хорошо. Первое у тебя, что есть, вот за 2 минуты рассказать. Значит, то, что ты предполагаешь сделать, флиппинг, длинные сделки, ты тоже будешь входить? В чужие проекты будешь? Вхожу пока в свои проекты, да, в чужие не вхожу, потому что, опять-таки, я люблю все сама проконтролировать, да, я на все объекты, я еду сама лично, вот, знакомлюсь с комплексом, с транспортной доступностью, да, и как на машине доехать, как на… Иностранные инвестиции, иностранные инвестиции рассматриваешь в ближайшее время? Иностранные, да, конечно, рассматриваю, да. Да, зимой я ездила в Дубай, когда еще доллар был по 6,53, и там я не вошла. Про иностранные можем сделать отдельную, кстати, конференцию, потому что там много таких нюансов, да. Я там не вошла, расскажу, почему не вошла, потому что там есть определенные риски потерять вообще и квартиру, и весь сложный капитал. Но опять-таки, если все грамотно сделать и заложить в бюджет, на вот эти выплаты, потому что там рассрочка с платежами, в отличие от того, что я еще в Москве, да, без всяких платежей. То есть мы внесли, ждем, падает, все. Вот, там она будет с ежемесячными выплатами. И там при любой задержке можно потерять квартиру. Я поняла. Полностью даже не вернулись за взнос проплаченный. Вот, но сейчас активно я работаю над Турцией. Вот в августе я планирую туда инвест-тур сделать. Прошлую зиму я там жила, полностью всю зиму в Аланье. Ездила также там по застройщикам, смотрела и новостройки, и готовые объекты. Вот, эта история мне нравится очень. Плюс сейчас снизился сильно евро, да, в Турции они в Аланье и в Анталии продают евро. Так, и вот такого хорошего курса, да, чтобы покупать за рубежом, не было давно. Давно, да. Поэтому, конечно, хороший курс входа, несмотря на то, что он выросла уже сильно цена, но снизился курс. Вот, поэтому рассматриваю. Именно, да, возможно, следующий проект будет там. Возможно, даже флипинг там удастся реализовать. Я пока изучаю там юридические тонкости. Там иностранец не может осуществлять... Нет, да. Вот, но знаю, что делают там. И там даже это можно делать без налога, потому что они считают от кадастровой стоимости. А что с ремонтом квартиры, что без, кадастровая стоимость его не меняется. То есть она одинаковая, да, во всем доме. Вот, поэтому интересные есть варианты. Возможно, я сделаю проект здесь и осенью поеду туда ввести там какой-то проект. Ну, послушайте. Рассказывай про свои планы, перспективы. Я так поняла, что ты очень человек практичный, деятельный, и всё у тебя получается. Удачи. Спасибо большое за проведённую конференцию, уделённое время. Спасибо, Катя.